Здравствуйте! С вами Павел Солобьёв и у меня снова стишок с историей. Если раньше я читал стишки и к ним прилагался какой-то рассказ, то сегодня будет на самом деле история. История моего родного города Гродно, в котором я живу всю жизнь и которому уже 900 лет. И в этом стишке история проходит от начала до конца. И нужно расшифровать некоторые имена, термины и понятия, которые в нём встречаются. Он насыщен этими понятиями. Для негродненца они неясны. Я думаю, что и для некоторых гродненцев я расскажу что-то новое. Я думаю, что это на самом деле так. Да, городу 900 лет. И то, чем мы гордимся, это церковь Бориса и Глеба. Святых Бориса и Глеба, она же ещё называется Каложская. Это церковь 12 века. Она была построена изначально как оборонительное сооружение. Это уникальное такого рода здание на территории Беларуси. Одно из двух или трёх самых старых культовых зданий. И она снаружи украшена расколотыми булыжниками, майоликой. А внутри в ней вмонтированы в стены голосники. Это такие кувшины, которые в стенах деланы раструбами внутрь, раструбами в помещении. А не для того, чтобы создавать акустику, ту, которая подобает храму. Церковь святого Бориса и Глеба, ещё одно здание, которое знаковое для Гродно, это старый замок. Его построил великий князь литовский Витовт. Построил тоже на холме, как замок, который должен отражать набеги врагов. А позднее его перестроил в барочном стиле король Речи Посполитой и великий князь литовский Стефан Баторий. Несмотря на то, что он король Польши, он родом из Венгрии. Настоящее имя его Иштфан. Стефан Баторий это человек, который фактически сделал Гродно второй столицей Речи Посполитой. И ещё один человек, который очень много сделал для города, это Антоний Тизенгаус. Он был гродненским старостой. Староста в те времена это не то, что староста деревни. Гродненский староста это была очень серьёзная должность на самом деле. И Антоний Тизенгаус построил здесь первый театр. Он построил несколько мануфактур. Дал, заложил район, который называется Городница. С его именем связано очень многое. Ещё одно имя это Франциск Ксаверий. Это один из основателей Ордена Иезуитов. На главной площади города сейчас стоит костёл, который носит его имя. Он был построен иезуитами. Сейчас это главный приходской католический храм Гродно. Что ещё? Ещё надо вспомнить Вторую мировую войну. Фашисты захватили Гродно практически сходу. Город не был разрушен. Может быть только предварительная небольшая бомбардировка разрушила несколько зданий. Но город сохранился, и именно поэтому он сейчас считается жемчужиной Белоруссии. Это самый красивый город нашей страны. И это не потому, что я в нём живу. Это на самом деле так. Когда немцы захватили Гродно, они его переименовали. Город стал называться Гартен. Сад. Не дай бог нам больше таких садов. Ну и точку в этом произведении поставил Владимир Короткевич, наш великий белорусский писатель. Наверняка даже не белорусы знают имя Короткевича по произведению «Дикая охота короля Астаха». Он написал очень много и прозы, и замечательных стихов. И один из романов Короткевича называется «Христос приземлился угородний». Христос приземлился в Гродно. И вот эта вот фраза, это название романа, оно было первым, что ко мне пришло, и на чём потом построился этот стишок. Этот город мой, этот город Стефана, Давыда, город-день, город-капля росы на моих руках. Здесь Борис и Глеб, Франциск, Антоний и Витовт. Здесь пространство и время закуклены в голосниках, и незваные гости тебя называли садом. Сколько войн, религий, правителей, не перечесть. Я всю жизнь здесь живу. Мне другого счастья не надо, потому что Христос приземлился именно здесь. Спасибо вам.